Всем привет! Смотрите, как установить Ubuntu, Linux Mind и Chromium OS второй операционной системой после Windows. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. Linux – популярная операционная система с открытым исходным кодом ее легко установить. Все это благодаря широкой поддержке аппаратного и программного обеспечения, гибкой настройке и хорошей безопасности. Для многих начинающих пользователей знакомство с этой операционной системой начинается с дистрибутивов Ubuntu или Linux Mind. Если на вашем компьютере уже есть предустановленная операционная система Windows, я покажу как установить Linux второй системой, используя функцию двойной загрузки Dual Boot. Прежде чем приступать к установке, нужно скачать образ операционной системы и создать загрузочную флешку с ней. Скачать образ свежего дистрибутива можно с официального сайта. Далее нужно создать загрузочный USB накопитель с образом системы. Это легко сделать с помощью UltraISO, Rufus и других подобных программ. Подробнее о том как создать загрузочную флешку смотрите в другом видео, ссылка будет в описании. Здесь просто нужно выбрать флешку, указать путь скачанному образу. Остальные настройки оставляем по умолчанию, жмем старт и ждем окончания процесса. Для установки я выбрал Ubuntu 18.04, но процесс ничем не отличается с другими версиями Linux. Подключите накопитель к компьютеру и перезагрузите его. Для выбора загрузки с флешки при запуске BIOS нажмите функциональную клавишу. Обычно это F12, F10 или F2 в зависимости от модели материнской платы. Выберите загрузочный носитель из этого списка и нажмите Enter. После чего на экране вы видите загрузочное окно Graph. Для установки системы выберите второй пункт Install Ubuntu. Также для ознакомления можно загрузить систему без установки, выбрав первый пункт. На следующем этапе установки система предложит выбрать язык. Укажите нужные списка и нажмите продолжить. Здесь выберите обычную установку и снова нажмите продолжить. В следующем окне нужно выбрать тип установки. Вариант установить Ubuntu вместе с Windows позволит сжать существующий раздел и освободить место для новой системы. Нужно выделить как минимум 20 ГБ для установки Ubuntu. После распределения места нажмите установить сейчас. Второй пункт полностью затрет уже установленную на диске операционную систему и установит на ее место новую. Поэтому будьте осторожны при выборе. А в том случае если у вас несколько дисков или раздела выберите пункт что-то еще. Здесь вы сможете разметить и выбрать другой диск. Для разметки нового раздела выберите пункт свободное пространство и кликните по значку плюса. Укажите размер желательно не менее 20 ГБ, тип раздела основной, расположение в начале, файловую систему и выберите точку монтирования. ОК. Затем нажмите установить сейчас чтобы применить изменения для диска и начать процесс установки. Укажите местоположение, имя учетной записи администратора, пароль и продолжить. Это все настройки необходимые для установки Ubuntu. Ждем окончания процесса. По завершении нажмите кнопку перезагрузить. Машина перезагрузится в меню Grab, где в течение 10 секунд вам будет предложено выбрать какую операционную систему вы хотите использовать. Ubuntu или Windows. Ubuntu определена как операционная система по умолчанию для загрузки. Таким образом, просто нажмите клавишу Enter или подождите пока истечет этот 10 секундный тайм-аут. После загрузки войдите в систему с учетными данными созданными в процессе установки. Ubuntu автоматически обеспечивает поддержку файловой системы NTFS, поэтому вы сможете получить доступ к файлам из разделов Windows, просто открыв этот том. Если понадобится вернуться к Windows просто перезагрузите компьютер и выберите в меню Graph. Установка Chromium OS немного отличается от инсталляции Ubuntu. Здесь есть некоторые особенности. Для установки Chromium OS вам понадобится USB накопитель на 8 или 16 ГБ. Перейдите на сайт Neverware и скачайте Cloud Ready USB Maker. С его помощью вы сможете создать загрузочную флешку с Chromium OS. Подсоедините USB накопитель к компьютеру и запустите Cloud Ready USB Maker. Следуя инструкциям создайте загрузочный носитель. Жмем Next. Весь процесс может занять около 20 минут. После создания подключите USB накопитель к компьютеру, на котором хотите установить Chromium OS и запустите его. Для выбора загрузки с USB при загрузке BIOS нажмите специальную функциональную клавишу обычной F12, F10 или F2. Выберите загрузочный носитель из этого списка и нажмите Enter. Если вы выбрали правильное загрузочное устройство вы увидите белый экран заставку с логотипом Cloud Ready. Затем вы увидите экран приветствия где нужно выбрать язык будущей системы и нажать кнопку начать для ознакомления с операционной системой. Для начала процесса установки кликните левой кнопкой мыши по часам в правом нижнем углу экрана и нажмите установить операционную систему. В следующем окне вы получите предупреждение о необходимости резервного копирования всех существующих данных на устройстве, так как в процессе установки все данные на диске будут стерты. Если на этом диске установлена другая операционная система и хранятся важные данные прекратите дальнейшую установку иначе все они будут утеряны. На этом этапе большинство пользователей думают что дальше система предложит выбрать диск или раздел на который будет установлена операционная система. Но после соглашения сразу же начнется установка и вся информация будет затерта. Поэтому будьте крайне осторожны чтобы не потерять важные данные. Далее в видео я покажу как выбрать другой диск для установки. А пока загрузим систему с флешки. Для загрузки хромиума с USB нажмите Далее и Продолжить. А затем введите логин и пароль от вашего Google аккаунта и нажмите Далее. А затем Начать. После чего загрузится операционная система и автоматически запустится браузер. А теперь давайте разберем как же установить Chrome MOS на другой диск чтобы не затереть уже установленную Windows. Для этого в любое время после загрузки системы нажмите сочетание клавиш Ctrl-Alt-F2 чтобы открыть консоль разработчика. В консоли введите в учетную запись введя следующее имя пользователя Хронус и нажмите Enter. Затем введите команду lsblk Enter. Эта команда выведет список всех ваших дисков которые в настоящее время подключены к вашей системе и их объем. По размеру определите диск на который нужно установить систему и запомните его код это может быть SDA или SDB в зависимости от конфигурации вашей системы. После того как вы определили код диска введите такую команду и в конце код жесткого диска и нажмите Enter. После начала выполнения этой команды все содержимое диска будет удалено. Убедитесь в правильности выбора верного накопителя. Процесс установки может занять от 15 минут до 1 часа. Все зависит от конфигурации системы. После установки также понадобится пройти основные шаги по настройке и ввести данные Google аккаунта. После установки станет доступна функция активации Linux в меню настроек. Настройки можно найти кликнув по значку времени в правом нижнем углу. В этом окне вы сможете изменить громкость звука и яркость экрана, изменить раскладку к авиатуре и выключить устройство. Кликнув по значку шестеренки мы попадем в меню настроек. Для активации Linux нажмите здесь включить, после чего начнется установка. Для установки нужно не менее 7 гигабайт свободного места на диске. По завершении запустится окно терминала, через которое можно установить программы, доступные для Linux. В Chromium OS нет своего магазина с приложениями, но вы сможете установить дополнительные расширения с интернет-магазина Chrome. А для поддержки различных аудио форматов рекомендуется установить мультимедийные компоненты. Откройте настройки вкладку Media Plugins и установите эти компоненты. Чтобы плагины стали активными нужно перезагрузить систему. При следующей загрузке ПК Chromium OS загрузится автоматически, не предлагая выбрать нужную операционную систему. Для того чтобы запустить другую операционку в момент загрузки BIOS нажмите функциональную клавишу для выбора загрузочного устройства F12, F10 или F2 в зависимости от модели комплектующих компьютера. Затем выберите Ubuntu и здесь уже сможете загрузить Linux или Windows. Как видите функция двойной загрузки позволяет использовать на вашем ПК несколько операционных систем. С помощью данной видео инструкции вы сможете установить и другие версии Linux, так как процесс установки у всех дистрибутивов похожий. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.